Напомню, это Prime Time, и мы сегодня говорим о национальном Курултае. Уже завтра в Атерау состоится третье заседание национального Курултая под председательством президента. Регион выбран не случайно. Его история насчитывает много веков. Раньше там располагалась столица казахских ханов, древнее поселение Сарайшек. Участники уже прибыли в Атерау, и ночью их встретил Акимобласти Серик Шапкенов. А сегодня уже стартовали заседания рабочих секций. Подробнее о том, какая программа запланирована на этот раз, расскажет моя коллега Сабина Рахимбай. Вновь эксперты из разных уголков Казахстана встретятся за одним столом, чтобы обсудить актуальные проблемы общества. Уже сегодня стартовали четыре диалоговые секции. Гражданское общество, культура, искусство, духовность, образование и наука, а также социально-экономическое развитие. Одной из тем обсуждения последней секции станет социальное положение и развитие приграничных сел. Жители приграничных сел нуждаются в отечественные радио и телепродукции. По мере приближения границы сокращается национальная повестка и в социальных сетях. То же самое можно сказать и о мобильной связи. Надо обеспечить идеологическую безопасность наших жителей. Рассмотрят также вопросы культуры. К примеру, открытие школ Айтыса, что, по словам экспертов, способствует привитию национальных ценностей подрастающему поколению. В своем послании в прошлом году глава государства дал поручение создать все условия для того, чтобы дети могли заниматься творчеством, заниматься спортом и эффективно проводить свободное время. Считаю, что в областном центре должна быть одна школа, которая популяризирует наше национальное искусство и учит этому детей. Остаются актуальными и вопросы соблюдения законности в отношении прав человека, как результат прошлых заседаний нового законопроекта о борьбе с домашним насилием, который рассматривают сейчас парламентарии, пресечения наркотрафика и запрете продажи вейпов. Каждый раз на национальном Курултае поднимаемые вопросы именно становятся вот такими задачами, которые необходимо решать, в крайней мере, до следующего Курултае. И на этом Курултае, который сейчас в Атрау, это еще раз покажет то, куда мы будем дальше двигаться и дальше какие задачи берут ставить перед государством, обществом, да и перед нами, простыми гражданами. В Курултае принимают участие 117 человек. Состав достаточно разнообразный. Это известные политики, общественники, представители бизнеса и других сфер жизни. Все для того, чтобы взглянуть на современные проблемы под разными углами и найти наиболее подходящее решение. Озвученные идеи собираются секретариатом, а позже совместно с госорганами приобретают конкретные очертания.